МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной рейд сотрудников отдела надзорной деятельности и лесничества прошел в окрестностях станицы Крепостной. При введении особого противопожарного режима запрещается использование открытого огня, сжигать мусор, сухую растительность. Также при введении особого противопожарного режима действует ряд ограничений, одним из которых является запрет на посещение лесов. Совместно с сотрудниками лесного контроля, отделом надзорной деятельности и профилактической работы Северского района, администрации муниципального образования проводится ряд профилактических мероприятий, направленных на контроль лесопожарной обстановки, а также на территории, прилегающих к лесу. Планчинская щель – одно из самых популярных и доступных мест для отдыха не только для жителей района, но и всего Краснодарского края. Туристический поток не иссякает и даже увеличился за последние несколько лет. Участковый лесничий Крепостного лесничества Владимир Воротник ежедневно выходит на многокилометровую прогулку по лесу. До того, как ввели запрет на посещение зеленых массивов, говорит, что встречал по 200 человек за день. Вверенный ему участок – 31 тысяча гектар. Сразу за один день обойти такую площадь, конечно, невозможно. У нас на каждый день расписано, по квартально у нас лес разбит, и у нас 19 маршрутов. Вот в день где-то порядка 20-25 километров проходим. Лесничий отмечает возросшую сознательность основной массы населения, игнорируют запрет на посещение леса немногие, но на нарушителей все же встречаются. Штрафы на сегодняшний день весьма ощутимы. В зависимости от действий, запредая в лес, можно заплатить от 5 до 60 тысяч рублей. Во время рейда туристам напомнили о правилах, раздали памятки и предупредили об ответственности за нарушение правил безопасности в лесах в течение всего противопожарного сезона, который продлится, скорее всего, до середины осени. Пожарные напоминают, что административная ответственность предусмотрена и для тех, кто игнорирует правила в черте населенных пунктов и на прилегающих к лесу землях.